Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. В первую очередь, наверное, я начну с конца вашего текста. Вот вопрос. Вопрос касается отношения между мужем и женой, и про то, что у жены появился бывший, к которому она испытывает чувства. А к мужу, автору вопроса, Евгению, его чувств нет из-за определённых проблем, которые у них в отношениях имеются. Итак, давайте начнём с конца. Значит, могу ли я вернуть её и её чувства ко мне? Нет никаких гарантий, что вы вернёте её и её чувства. Это первое, потому что чувства могли уйти и, в принципе, как бы, ну, в этом ничего не поделать. Другой вопрос. Для чего вам возвращать её чувства? Вы говорите о том, что, значит, ну, любите очень своих жен и детей, да, и не хотите остаться один. При этом, при этом, ранее вы говорили и писали, вот, что мало уделяли внимания, там, да, и, значит, больше компьютеру, вот, жили каждый в своём мире, вот. То есть, как-то это вот странно, если честно, читать в контексте того, что вы, значит, очень любите жену и детей. Только потому что, получается, что только после того, как ваша жена, вот, начала говорить про бывшего, да, и про то, что хочет, там, быть с ними, а вам, чтобы вы, там, уезжали, чтобы вы развелись с ней, вот. Вот, вы начали больше времени проводить с женой и детьми. То есть, как-то вот странно проявляется ваша любовь. Поэтому я лично думаю, что здесь одним из ключевых аспектов является то, что вы не хотите остаться один, вот. И ваша фраза о том, что вы хотите провести Новый год с женой и детьми на новом месте, да, вот, тоже как-то немножко на это косвенно указывает, что дело здесь не в жене и в детях, а в том, что вы пытаетесь реализовать и какие вы потребности свои пытаетесь удовлетворить. Вот это вот очень важный момент, на мой взгляд, ну, вот. И, соответственно, я думаю, что вот то, что вы не хотите остаться один, да, никак, никак не связано с тем, что вы, ну, любите свою жену и детей, потому что если вы не хотите остаться один, значит, вам самому с собой не комфортно, значит, вы сами, вы самого себя не принимаете и отвергаете, да, а это как бы, ну, подавленное такое отвержение чего-то извне, вот. И это означает, что вы не любите себя на данный момент. Если вы не любите себя на данный момент, вы не можете любить другого человека. А любить другого человека в том числе означает принимать его, принимать его, ну, какие-то решения, да, его поступки, даже если вам они не нравятся, да, даже если, ну, вы вот как-то, ну, вот не согласны, да, с тем, что он, там, допустим, что он человек делает и так далее. Но вы принимаете, потому что вот вы любите, любите человек. Поэтому вот это противоречие вам нужно раз, во-первых, разграничить, вам нужно его увидеть, вам нужно дифференцировать желание одиночества и чувства к жене и детям, вот. И у вас очень часто, ну, в тексте, по крайней мере, раза два или три, встречалась такая фраза, что я не смогу без, я не смогу без и так далее. Вот как будто, вы знаете, вот эта вот история, что без тебя не смогу, но когда был с тобой, да, то, типа, каждый жил в своем мире. То есть, ну, вот эта вот история, она, на самом деле, про, ну, про личные границы, да, она про выстраивание отношений в целом, вот. И она про, ну, как бы, как это сказать, про целостность личности, в первую очередь, наверное, вашей. Жене, конечно, тоже, потому что у нее там тоже есть свои проблемы, но очевидно, очевидно, что об этом говорить в рамках ответа на ваш вопрос не имеет смысла, потому что это уже другой человек. Вот, значит, вот вы говорите о том, что начали меняться, да, проводить время больше и прочее, и в то же время вы пишите, что я готов меняться. Вот, понимаете, очень часто, ну, в определенном кризисе, да, в отношениях у людей, вот, всплыла такая тема, что я готов меняться, но при этом человек, на мой взгляд, не очень хорошо понимает эту историю, да, а зачем меняться, зачем меняться, для чего меняться, чтобы что, вот. То есть, ну, грубо говоря, да, там, вот, какая цель у этого, то есть, если вот меняться, да, то, ну, зачем, вы хотите, там, ну, грубо говоря, вы хотите, ради, ну, вы ради нее это делаете, да, ради, ради своих, жены детей пытаетесь измениться, например, вот, или вы это как-то, ну, делаете, потому что вы, к примеру, ну, как-то вот, не знаю, ну, сами, да, чувствуете, что, ну, как-то вот, неправильно себя вели, да, не в смысле, что неправильно, неправильно, а в смысле, что, вот, ну, несколько, несколько не так, да, вот, как, например, вам хотелось бы, да, не так, как, вот, ну, в какой-то степени, ну, диктовали вам ваши, значит, ваши, ну, ценности и так далее, вот. Вот этот момент очень, как мне, думается, важен, и, на мой взгляд, вам нужно вот на это обратить внимание свое, да, то есть, если я, если я меняюсь, да, то, вот, для какой цели, зачем я меняюсь, потому что, ну, а что, вот, грубо говоря, будет, да, если ваша жена так вот и, ну, и не изменится, да, ну, вот, что вы, что вы в этом случае будете делать, да, то есть, как вы будете, ну, условно, условно говоря, да, относиться, там, к, допустим, ну, вот, к своим, значит, изменениям, да, то есть, вот, там нравятся вам ваши изменения, да, или, или нет, вот. Вот, а это вот очень, такая важная, важная история, вот, на мой взгляд, вот, потому что это показывает, ну, показывает, некую, вот, вашу организацию, ну, личностную, личностную организацию, показывает. Вот, сейчас, ну, вот, на данный момент я бы сказал, что вы, как-будто, сами не определились, ну, вот, с этим, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, по моему взгляд, конечно. Вот, значит, что еще можно сказать, ваше отношение с женой, да, и вот то, ну, условно говоря, то, что общее между вами, что есть, да, вызывают вот некоторые такие вопросы, как мне кажется, потому что не совсем понятно, да, на каких основаниях вы выставите отношения со своей женой, вот. Я понимаю, я понимаю, вот, ваше желание такое, да, получить какую-то гарантию, вот, ну, условно, вернуть, вот, все так, как было, вот. Ну, хочется сказать, что вполне возможно, что это, ну, несколько может быть невозможно, потому что чувства, чувства у вашей жены могли пройти, вот, на самом деле. Вот, поэтому я думаю, что вам нужно опираться больше на себя, развивать некий такой контакт с собой, да, ну, вот, с самим собой нужно это делать, вот. Вот, и, значит, тогда вы сможете, ну, просто продемонстрировать своей жене, в общем-то, нам то, что у вас есть, да, просто то, что у вас есть, вы сможете ей продемонстрировать. И уже продемонстрировав ей то, что у вас есть, вы дадите, ну, какую-то вот возможность, да, вашим отношениям реанимироваться, вот. Ну, при условии, понятно, если, если, если есть, вот, ну, какой-то, к этому потенциал, вот, потому что, ну, очевидно, да, что если там потенциала нет, то ничего не получится, вот. Как-то так, как-то так, я думаю, надеюсь, помог вам, всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой работу, всего доброго.